Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня нотариус города Самара Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что же, мы продолжаем разговор на тему сделки с недвижимым имуществом, объявляем тему сегодняшнего разговора таковой. Ну а если у вас будут вопросы к нотариусу, звоните к нам по вышеуказанным телефонам и задавайте свои вопросы. Ну, Инна Борисовна, законодатель, как и прежде, доверил нотариусу полномочия правой защиты граждан в сфере оборота недвижимости. Так вот, какие сделки в настоящее время с недвижимым имуществом подлежат нотариальному удостоверению и почему? С 2015 года и с 2016 года значительно расширен перечень тех сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Напомню, что это все сделки по отчуждению, к таковым относятся продажа, мена, дарения, долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. В том даже случае, если отчуждается недвижимое имущество, которое принадлежит всеми участниками общей долевой собственности. Например, если квартира принадлежит маме, папе и бабушке, либо ребенку, и продается вся квартира, такова сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Более того, все сделки по отчуждению недвижимого имущества подлежат нотариальному удостоверению тех объектов недвижимого имущества, которые принадлежат несовершеннолетним гражданинам, ограничены дееспособным гражданинам, либо недееспособным гражданинам. Хорошо, спасибо большое. Продолжим разговор. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. Уважаемые телезрители, по телефону 202-11-22 дозванивайтесь. 30 минут в вашем распоряжении. Я думаю, что стоит воспользоваться такой возможностью и задать вопрос нотариусу города Самара Инна Борисовна Хайкина сегодня у нас в гостях. Так вот, давайте поговорим об особенностях государственной регистрации прав на недвижимое имущество именно по нотариальной сделке. Вот в чем они заключаются, Инна Борисовна? Ну, прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что граждане, когда обращаются к нотариусу, на них не лежит обязанность по сбору документов. А сбор документов осуществляется нотариусом в рамках единой информационной системы, в электронном взаимодействии с регистрирующими органами. Да, гражданам необходимо предоставить справочку с места жительства о прописанных, о зарегистрированных граждан. И, конечно, необходимо оформить согласие супруги покупателя, либо согласие супруга продавца. Остальные документы оформляет нотариус самостоятельно. Особенность государственной регистрации состоит в том, что сокращены сроки. Для таких сделок срок составляет три дня. Если вы обращаетесь в регистрирующий орган, если вы обращаетесь через многофункциональный центр на основании нотариальной удостоверенной сделки, то это пять дней. Более того, в настоящее время нотариусы вправе подать документы в электронном виде в регистрирующий орган. Такова особенность. И срок максимально сокращен один день. Очень удобно. Конечно. У нас есть звонок от телезрителей. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. В комнатной коммунальной квартире есть собственность ребенка, не достигшего 18-летнего. И вот сосед в другой комнате, то есть прошли эту комнату без согласия как бы нас. То есть они сделали генеральную доверенность и продали. А согласия ребенка не было получено. Это законно или нет? Спасибо. Вопрос интересный. Пополнительный вопрос? Да, спасибо за вопрос. Но телезрительница говорила о доверенности. То есть сделав доверенность, это не значит, что произошла сделка о переходе права собственности. Да. Если вы все-таки утверждаете о том, что была именно выдана доверенность, то это только передача полномочий на подписание договора купли-продажи. Да, возможно, уже это первый шаг к договору, но это отнюдь не договор. Что касается договора купли-продажи, который может быть совершен вашим со-собственником, участником долевой собственности, вне зависимости от того, кто является со-собственниками, в любом случае нужно спрашивать так называемое разрешение. То есть участник долевой собственности отчуждает свою долю только с согласия других участников долевой собственности. Более того, если владельцем является несовершеннолетний гражданин, то отказ от преимущественного права покупки от такого гражданина в праве нотариуса удостоверить и в праве такой подписать отказ представителя несовершеннолетнего гражданина только с согласия органов опеки и попечительства. Спасибо большое. Поэтому надеемся. Вы рассказали вот именно пошаговый, можно сказать так, рецепт, да, вот как нужно сделать правильно, оформить нотариальную сделку. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы обязательно прислушаетесь. У нас есть еще звонок. Мы его принимаем. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли вызвать нотариуса на дом? Спасибо за вопрос. Да, конечно. Нотариусы вправе и обязаны выезжать к лежачим, больным, к тем гражданам, которые нуждаются в нашей помощи. Вам необходимо обратиться к ближайшему нотариусу. Понятно, что вам это трудно будет, если вы находитесь дома и не можете выйти. Вы можете сделать свое заявление через помощников своих, через представителей. Нотариус будет выезжать к вам с проектом документов. Если этот проект устроит вас, и вы именно в таком виде хотели бы увидеть тот или иной акт нотариального действия, то нотариусом будет он подписан. Да, есть особенность, что взымается нотариальный тариф в полуторакратном размере при выезде нотариуса на дом, но вместе с тем все льготы распространяются обязательно. Это инвалиды в первой и второй группы. И также вы можете через представителей передать, если, возможно, есть справочка, и льгота будет предоставлена. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что нужно подавать заявление, а по звонку, позвонив нотариусу... Заявление я имела в виду устного характера. Да, устного характера. То есть можно по звонку? Можно по звонку. Очень многие лежачие больные сейчас пользуются электронной почтой, направляют в электронную почту. Все адреса нотариусов размещены на официальном сайте Нотариальной палаты Самарской области, npso.ru. При любом правильном написании любого нотариуса, ближайшего, вам сразу выйдут реквизиты и телефоны, и адрес нотариальной конторы. Вы можете написать сопроводительное письмо о том или ином своем желании совершить нотариальное действие. И обязательно получите отклик. Контактный телефон обязательно вы должны приложить, мы перезвоним и поможем вам в вашем желании. Спасибо. Ну а телефонный сайт Нотариальной палаты также периодически появляется на ваших экранах. Возьмите, пожалуйста, их себе на заметку. Если вам нужно пригласить нотариуса на дом, можно будет позвонить и сделать это самостоятельно. У нас есть очередной дозвонившийся. Принимаем звонок. Говорите здравствуйте. 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 Можно откровить недвижимость в счет алиментов? Поподробнее, пожалуйста, вопрос. Недвижимость в счет алиментов. Можно? Да, в счет алиментов. Спасибо. У нас просто предыдущая тема передачи. Мы как раз говорили на эту тему. И вот вопрос. Спасибо вам большое за это. Ответьте, пожалуйста, на Борисовне. Как и многие в настоящее время сделки, соглашение о плате алиментов подлежит нотариальному удостоверению. Более того, соглашение это имеет сразу силу исполнительного листа. Это говорит о том, что если плательщик алиментов в самом плохом варианте не исполняет свою обязанность по плате алиментов, то законопредставители того лица, в пользу которого предназначены алименты, могут идти не в суд, а к судебным приставам. То есть это исполнительные документы. У вас есть возможность либо определить в соответствии с законом размер алиментов, которые вы обязаны оплатить тому лицу, кто требует их, либо передать недвижимое имущество в счет исполнения своей обязанности по уплате алиментов. Такая сделка будет подлежать нотариальному удостоверению. Переход права собственности будет также зарегистрирован в регистрирующем органе. Вам только нужно будет обратиться к нотариусу. Также нотариус запрашивает все сведения из Единого государственного реестра недвижимости о состоянии этого объекта. И в рамках соглашения о плате алиментов передает эту недвижимость в собственность, ну, чаще всего несовершеннолетнюю. Инна Ворисовна, а вот расскажите, пожалуйста, как будет указана, определена, вернее, равноценность вот этой сделки? Понятно, наверное, да? Ну, то есть, вот, допустим, алименты не платились там год, два, десять лет, да? И передается квартира. Может, передастся одна комната, может, передастся трехкомнатная. Каким образом исчисляется вот именно эта стоимость? Ну, в данном случае, учитывая, что... Нотариус определяет? По большей части определяют стороны. Конечно, мы проверяем законность и разумность этой сделки. Но так как стороны решили обратиться к нотариусу, значит, спора уже не существует. И одну сторону, и вторую сторону вот такой вот вариант решения проблемы устроят. И передача недвижимости покроет, как, возможно, предыдущие задолженности, так и все возможные до совершеннолетия. Спасибо большое. Ну, что же, мы принимаем ваши звонки по телефону 202-11-22 и продолжаем наш разговор в прямом эфире программы «Территория права». Алло, говорите, есть у нас звоночек. Слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я хотела бы вас спросить, как можно отметить доверенность? Спасибо большое. Спасибо за звонок. Доверенность, я думаю, что доверенность удостоверена в нотариальном порядке. Вам нужно будет обратиться к нотариусу, удостоверить некий документ. К любому или у кого-то верили? К любому нотариусу. Самое главное – соблюсти форму нотариальную. Вам нужно будет знать некоторые реквизиты этой доверенности. Нотариус поможет вам в поиске этой доверенности. Ну, вам нужно знать дату доверенности, на кого вы делали доверенность, реестровый номер этой доверенности. Желательно знать. А нотариус самостоятельно вносит в реестр отмененных доверенностей сведений об отмене доверенностей. Такие сведения носят публичный характер. Это говорит о том, что… Сможет самостоятельно проверить в этом реестре, отменена была ранняя доверенность это или нет. И это сокращает и, так скажем, шаги ваши как доверителя и полностью подчеркивает безопасность того лица, который может действовать еще по этой доверенности и других третьих лиц, которые вправе запросить эту доверенность. Потому что с момента того, как нотариус внес сведения о том, что доверенность отменена, считается, что все третьи и заинтересованные лица об этом уведомлены. И факт отмены доверенности уже произошел. Спасибо большое. Ну что же, а мы продолжаем разговор на тему сделки с недвижимым имуществом. Инна Борисовна, как происходит отчуждение жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, недееспособному и ограниченно дееспособному? Давайте по порядку с несовершеннолетним. Ну вот остановилась как раз на этом, когда говорила о перечне тех сделок, которые подлежат нотариальному удостоверению. Сделки связаны с распоряжением недвижимым имуществом от имени несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных и сейчас подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Несовершеннолетние – это недостигшие 18 лет, малолетние – недостигшие 14 лет. Недееспособные граждане – это граждане, которые вследствие психического расстройства не могут осознанно осознавать свои действия и признаны судом недееспособными. Ограниченно дееспособные граждане – это те граждане, которые также судом признаны недееспособными, но несколько изменилась статья. Это могут быть следствием злоупотребления либо спиртными напитками, либо наркотическими веществами, либо азартными играми. Поэтому есть такие слои, к сожалению, населения, и чтобы защитить их права в том числе, законодатель ввел обязательно нотариальную форму. Более того, от имени таких граждан нотариус не вправе удостоверить сделку без предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Спасибо большое. Принимаем звонок. Колову в эфире. Программа «Территория права». Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня будет такой вот вопрос. Когда мы преподавали квартиру, дети были несовершеннолетние. И у нас сейчас квартира в собственности, совместная собственность на четверых. Мы одному сыну сейчас привели квартиру. Скажите, пожалуйста, как сделать его тюль, которая сейчас в нашей квартире, на родителей? Понятен вопрос. Понятен вопрос. Единственный момент. Несовершеннолетний ли гражданин или нет? Отключился. Вы на линии у нас еще на связи? Да, да. Дети уже совершеннолетние. Совершеннолетние. То есть, из-за сути вашего вопроса, я понимаю, что нужно распорядиться долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество. Сделка данная подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Вам необходимо с тем лицом, который изъявил желание распорядиться этой долей, обратиться к нотариусу. И сделка наверняка будет безвозмездной, поэтому я вижу только здесь договор дарения. Должен прийти даритель, гражданин, который отчуждает эту долю, и одаряемый. Два паспорта. Сделка была совершена... Недвижимость была приобретена, когда лицо было несовершеннолетним, поэтому о согласии с супругой нет и речи. Согласия со стороны одаряемого тоже не нужно. Нужно принести только справочку с места жительства, обратиться к любому нотариусу, и нотариус запросит необходимые документы и запишет вас на сделку. А также за совершением этой сделки можно обратиться совершенно к любому нотариусу города Самары. Я бы даже сказала Самарской области, потому что на сегодняшний день отменены требования по, так скажем, территориальному делению относительно недвижимости. Нотариусу Самарской области вправе удостоверить договор отчуждения недвижимого имущества, находящимся на территории Самарской области. А вот любопытно, ведете ли вы нотариусу такую статистику? Люди, как правило, обращаются к близлежащему нотариусу по месту прописки, либо все-таки дают предпочтение понравившемуся, или более опытному? Есть такие данные у вас, если они, конечно, не секретные? Вы знаете как, вот на моей практике встречаются больше тех людей, которые работают близко с нотариальными конторами, и поэтому обращаются к тем нотариусам. То есть рабочие листы, да? Да, до работы, после работы. График нотариусов работы достаточно разный, и при желании можно попасть либо рано утром, либо в обед, либо после пяти часов. Есть нотариусы, которые до семи ведут прием. Поэтому вот ко мне, наверное, чаще всего обращаются те граждане, которые работают рядом с моей нотариальной конторой. Спасибо. Принимаем звонок. Алла, говорите, вы в прямом эфире. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, для конституции квартиры, вставочку форму 2 бы ты брать, сказать, что нужно для ребенка, для матери, для отца. Но отец в конституции не участвует. Вопрос понятен? Или в чем вопрос ваш? А в том, что обязательно нужно брать справку отцу. Если отец не участвует в приватизации, нужно ли брать справку отцу, Борисович? Таков вопрос. Ну, да, конечно, это больше нужно к органам администрации задавать этот вопрос. Что я вам могу сказать относительно приватизации тех, так сказать, членов семьи, которые проживают с лицом, которые намерены вступить в приватизацию? В отношении несовершеннолетнего вы обязаны такую справочку взять, потому что, если даже несовершеннолетний не прописан с вами в одной квартире, но вписан в паспорт мамы и папы, то вы обязаны предоставить информацию о том, приватизировал ли он ранее квартиру, приватизирует ли сейчас, либо все равно обратиться в органы опеки и почистства за согласием на приватизацию этой квартиры без включения несовершеннолетнего в состав собственника в квартире. Относительно вашего супруга, я полагаю, что он, возможно, ранее был прописан в этой квартире и в настоящий момент, может быть, нигде не прописан. Это видно из справочки с места жительства, поэтому органы администрации запросили у вас такой документ. Спасибо. Ну что же, продолжаем прямой эфир 202.11.22. Если вдруг по каким-то причинам линия занята, дозванивайтесь, вы обязательно попадете к нам в программу «Территория права» и зададите вопрос. Но я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Инна Борисовна Хайкина и телефоны, и сайт Нотариальной палаты, и также, уважаемые телезрители, вам в помощь. Инна Борисовна, каковы особенности заключения соглашения о разделе общего имущества супругов? Расскажите, пожалуйста, интересный вопрос, и я думаю, что особенности тоже любопытны. Это соглашение тоже входит в перечень тех дел, которые на сегодняшний день подлежат обязательному нотариальному удостоверению. И обращаю ваше внимание, что многие еще не обратили внимания на эту норму, поэтому обращаем мы, как нотариусы, о том, что для раздела совместного нажитого имущества вам необходимо обратиться к нотариусу. Эта норма введена тоже с 2016 года и, к сожалению, имеет место соглашение, которое совершено в простой письменной форме. Инна Борисовна, сразу вопрос. Это нужно сделать до официального расторжения брака, либо это можно сделать после? Это на усмотрение идет супруга. Вы можете это сделать как в период брака, так и после расторжения. В любом случае, если форма не соблюдена, а нотариальная сделка ничтожна. Если вы уже, супруги, расторгли брак, то необходимо обратиться к нотариусу за разделом совместного нажитого имущества. Раздел совместного нажитого имущества происходит исходя из его стоимости, поэтому нужно предварительно обращаться на консультацию к нотариусу, чтобы узнать всю стоимость того имущества, которое супруги хотят поделить, чтобы определить те доли, которых они хотят поделить это имущество. Есть ли спорные вопросы? Ну, к сожалению, если спорные вопросы, нотариус не поможет. Если супруги не нашли какого-то консенсуса, то он только в одном порядке не спорит. Ну, да, не спорят. У нотариуса соглашаются, да? У нотариуса соглашаются, да. А если супруги в браке, то наиболее удобный способ для граждан – это заключение брачного договора, в соответствии с которым также можно изменить установленный законом режим совместной собственности, установить либо режим раздельной собственности, либо режим долевой собственности, либо какие-то имущественные права и обязанности супругов на случай расторжения брака. Спасибо большое. Вы продолжите сейчас эту тему, но прежде выслушаем ваш вопрос. Алло, говорите, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, вы меня слышите? Да, конечно, слушаем. Вот я являюсь наследником признанным на компенсации по складам в моей прикрытии. И все тогда это ответ в банк дает отрицательный. Там на повторный запрос, мне идут звонки, что вклады там только-то найдены, а нотариусу ответ вообще не присылают. Вот скажите мне, что делать в таком случае, куда обращаться? Спасибо большое. Вопрос интересный. Пока не отключайтесь. Ну, хотелось бы спросить, кто наследник после свекрови? Потому что наследниками являются дети, супруги и родители. Наверняка ваш супруг, правильно? Мой муж, мой муж, что у меня? Я являюсь наследницей мужа. Наследницей мужа вы являетесь. Ну, во-первых, нужно уточнить, заводили ли наследственное дело как после супруга, так и после вашей свекрови? Так никто. Ну, в общем, признанная я наследник. То есть все это процедуры все сделаны. Признанная я наследником. Понятно. Поэтому, может быть, просто не тем нотариусом делается запрос. Нужно делать запрос в рамках того наследственного дела, после которого вы наследуете. То есть фактически унаследовал ваш супруг после его мамы, теперь наследник вы. И нужно в запросе нотариуса указать, что вклады разыскиваются после умершей матери вашего супруга на определенную дату. Все запросы делаются сейчас в электронном виде. И должна информация прийти именно нотариусу тому, кто ведет наследственное дело. Вот мне тоже показалось очень интересно, потому что телезрительница сказала, что ей звонят из банка. Вот, во-первых, правомерно ли это? Ведь если нотариус занимается делом, отвечать должны ведь нотариусу или не права? Да, существует, конечно, банковская тайна. И нам отвечают только по определенным видам запросов, только после указания свидетельства о смерти. В любом случае отвечать должны только нотариусы. Даже если мы даем письменные запросы, банки сейчас не отвечают. Поэтому просто вам рекомендую еще раз обратиться к тому нотариусу, который ведет наследственное дело. И, может быть, повторно направить запрос с примечаниями в этом запросе о том, на какую дату после фамилии имени кого наследуете вы уже как наследник после вашего супруга. Либо приложить ксерокопии сберкнижек. В моей практике это тоже было. Если банк не отвечает, очень много совпадений по фамилии, имени, отчества и даже дате рождения. Вместе с тем наследники уверяют, что таковые вклады есть. Изберкнижки есть даже на руках. Поэтому мы прикладываем скан-образ этой сберкнижки, указываем, возможно, все адреса, по которым этот гражданин проживал. И уже сберкнижку проще идентифицировать это лицо. Спасибо большое. Вот видите, оказывается, сколько маленьких нюансов, которые могут роковую ошибку сделать. Так вот, продолжаем наш разговор. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, вот мы говорим об особенностях заключения соглашения о разделе общего имущества супругов. А разделяют ли супруги, будучи в браке, вы сказали, что лучше сделать брачный договор. Так вот, совместно имущество разделили, чтобы уже в браке им распоряжаться, что ли, дарить и так далее. Вот это, имеет место быть такое соглашение? Конечно, да. Очень многие супруги приходят за составлением брачного договора, как только они заключили брак. К счастью, правовое образование... Так пока еще нет заместного имущества. Можно определить на будущее. Да. Конечно, можно определить на будущее. Как я хотела сказать, что правовое образование растет, и очень много граждан и молодые супруги читают информации. Поэтому на приобретаемое в будущем недвижимое имущество также можно установить режим той или иной собственности, либо в пользу одного супруга, либо в пользу другого, либо подтвердить режим совместной собственности. Более того, можно определить его либо на период брака, либо в случае разторжения. Но просто учитывая, что, как мы с вами обсудили, это носит бесспорный характер, и нотариус разъяснит все права и обязанности, которые можно указать в брачном договоре, лучше это сделать во время брака и в начале общего пути. Спасибо. Есть звонок, мы его принимаем, говорите, алло. Хорошо. Слушаем вас. Говорите, да, мы вас слушаем, да, да. Здравствуйте. Вот, подскажите, пожалуйста, я сейчас дом оформляю, а? Сдавайте вопрос. У вас звоночек сорвался. Перезвоните, пожалуйста. Время у нас 5 минут, но все же они у нас есть, поэтому дозванивайтесь. Если вдруг линия занята, позвоните, 202-11-22, примем ваш вопрос. Анна Борисовна, на ком лежит обязанность по сбору документов к сделке? Вот какие документы необходимо все-таки предоставить гражданину при обращении к нотариусу? И какие нотариусы должны собрать документы? Вы знаете, повторюсь и скажу, что очень много нотариус делает сейчас для граждан. В так называемом режиме, ну, можно сказать, единого окна. Когда вы приходите за помощью к нотариусу и говорите, что, например, супруга в другом городе, либо сам собственник в другом городе, необходимо сделать доверенность. Сейчас законодатель максимально учитывает интересы граждан и вел достаточно интересные нотариальные действия по удостоверению, так скажем, равнозначности документа. Например, если супруга находится в другом городе и обратилась к нотариусу в другом городе, нотариус, подписав электронной подписью, такое согласие отправляет на официальную электронную почту нотариусу, например, в Самаре, где проводится сделка. Мы проверяем электронную подпись того нотариуса, который подписал этот документ, и принимаем этот документ, да, в виде скан-образа, в виде, ну, с виду это будет копия, но при этом мы говорим, что этот документ равназначен тому документу, который находится в другом городе. Это тоже помощь в сборе документов. Ну, сокращает, во-первых, еще и временные позиции ограничения. Примем звонок. Я думаю, что молодой человек до нас дозвонился. Алло, говорите, мы слушаем вас. Да что же такое. Ну, позвоните еще, пожалуйста. Пару минут есть. Примем ваш вопрос. А предоставление справки о прописанных лицах является ли обязательным? И что гарантирует предоставление такой справки? Прежде всего, для договора купли-продажи это является существенным условием. Нотариус в любом случае обязан запросить такую справку. Также из устной беседы выясняет, кто фактически проживает в таком жилом помещении, которое отчуждается, потому что список лиц, имеющих право пользования, список лиц, имеющих право проживания в этой квартире, является существенным условием при договоре купли-продажи. Это, естественно, обеспечивает права того гражданина, который приобретает недвижимое имущество, потому что он должен знать, кто остается прописанным в этой квартире и готов ли он купить такую квартиру с тем списком лиц, которые указаны в справке с места жительства. Более того, при том, если там прописаны несовершеннолетние граждане, нотариус предельно внимательно будет рассматривать и эту ситуацию, уже будет решать самостоятельно, затрагивает права несовершеннолетнего в данном случае, либо нет, необходимо ли отправить за согласием органов опеки для отчуждения и для проведения такой сделки, либо нет. Инна Борисовна, заключение последний вопрос. Вот требуется ли согласие супруга на заключение сделок с недвижимостью? Очень тоже часто задаваемый вопрос. Разъясните. Да, разъясняемо. Обращаем внимание, что ранее, так как сделки не подлежали многие нотариальному удостоверению, сохранилась такая, так скажем, привычка и обыденность, что на приобретение недвижимого имущества согласие супруга не нужно. Вот еще раз обращаю ваше внимание, что если сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению, согласие супруга либо супруги с той или иной стороны необходимо. И это обязанность, конечно, лиц, обращающихся за совершением нотариального действия, предоставить такое согласие. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Спасибо вам за участие в программе, за ваши профессиональные ответы. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за нашими анонсами и звоните в программу «Территория права». Всего хорошего, будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнали Симон.